Добрый вечер. Юлия Латынина, код доступа. Вот у меня тут много вопросов о метеоритах. Один товарищ даже спрашивает, что вот как же это, наша доблестная ПВО и ГЛОНАСС проспала метеорит. Но я должна успокоить, что с учётом того, что американская ПВО тоже проспала этот метеорит, то все проспали. Вот такое напоминание, что кое в чём мы не отличаемся от динозавров. Тем более, что мне вообще надо молчать в тряпочку, потому что утром, когда ещё не был ясен размер причинённого ущерба, а вот было ясно, что свалилось что-то такое, я так посмотрела и подумала, нифига себе, как странно этот метеорит летел в Чебаркульский полигон. Да ещё с Юландского. Да? Значит, меня это дело осенило. Я, к сожалению, вместо того, чтобы придержать эту свою мысль, поспешила ознакомить с неё читателей с сайта «Новой газеты». Ну, естественно, это абсолютный бред, потому что как только стал ясен, что там речь идёт о килотоннах взрывах, то понятно, что это никакая не ракета, и понятно, что это действительно метеорит. Но вот это очень хорошее, действительно, совпадение. Летел метеорит, летел на Чебаркульский полигон. Ну что, бывает. Ну, мне лично, кстати, эта история, которая приключилась со мной собой, очень интересно, когда у человека возникает паранойя, у него начинаются сразу всякие логические подтверждения этой паранойи, что он летел по пологой траектории и так далее. То есть вот это абсолютно удивительно, что паранойя, как только она возникает, она страшно логична. Жизнь тем и отличается от паранойи, что она нелогична. Вот, так что, с учетом того, что НАСА не засекла метеорит, то ГЛОНАССу простительно.